Всероссийское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ появилось в нашей стране недавно, но стремительно набирает популярность. В его рядах находится уже более 56 тысяч юношей и девушек по всей стране. И сегодня у нас в гостях представители из 57-й школы, которые также пополнили ряды движения. В студии Елена Курпатова, заместитель директора по музыкальному образованию и воспитанию школы номер 57 с музыкально-хоровым профилем обучения. А также Дмитрий Ротнов, ученик 10-го класса, актер театра «Мы» и Юлия Рогулина, дипломат в международных театральных конкурсах. Здравствуйте. Для начала мне бы хотелось узнать о вашей школе, ведь она, не побоюсь этого слова, уникальна. Да, спасибо, Дарья. Школа действительно необычна тем, что на протяжении всего существования, это уже 28-й год, она нацелена была на эстетическое воспитание детей и задержит достаточно большое подразделение дополнительного образования. Это музыкально-хоровые классы, хореографический класс, и ребята имеют возможность, помимо основного образования, получать еще образование музыкальное. Но, конечно же, это не только эстетическое воспитание, но и воспитание патриотическое. И я, насколько мне известно, что в рамках военно-патриотического воспитания у вас есть уникальный музей-поиск. Да, этот музей возглавляет Григорьева Нина Алексеевна, это энтузиаст, действительно, и уже, можно сказать, не попасть в слово, ветеран образования, бывшим учитель русского языка и литературы, который фанатично предан своему делу. На базе музея у нас, в общем-то, это центр воспитательной работы, проходят встречи, начиная с первоклассниками и заканчивая выпускниками школы. Это и поисковая работа, это и научная работа, это и экскурсии бесконечные, и масса проектов, которые как раз затрагивают патриотическое воспитание. То есть, а что непосредственно в музее есть, можете рассказать? Ну, в музее несколько экспозиций, посвященных и Марии Байде, Героям Советского Союза, и Героям Севастопольцам, и обороне, первой и второй обороне Севастополя. Сейчас вот Нина Алексеевна разработала уже дистанционные экскурсии, первая оборона и вторая оборона Севастополя. В музее у нас сами экскурсоводы, это наши ученики, которые с удовольствием бегут даже на переменах в музей, чтобы еще раз общаться с этим уникальным человеком. В музее у нас происходят и литературно-музыкальные встречи, устный журнал у нас есть музейный, где, конечно, ребята, музыканты участвуют очень активно. В музее у нас и встречи с ветеранами, и встречи с воинами-афганцами. Вот буквально недавно прошла такая встреча, была как раз годовщина этого печального события Афганской войны. Это и встречи с ликвидаторами последствий Чернобыльской аварии. Это, конечно же, и проекты совместных 35-й батареи. Это и волонтерские движения, встречи с ветераном. Они ходят и поддерживают ветеранам, помогают, как когда-то были тимуровцы. Это и, конечно же, научная работа, очень мощная, серьезная. Проекты, даже дети скульптуры лепят сами, бюсты лепят героев. Даже, в общем-то, тронули вот такую интересную сферу. Ну и, конечно же, это музыкальное образование, эстетическое. Это эмоционально-волевая сфера, смысловая сфера, которая вливается в творчество. Она, конечно, здесь присуща в музее. Теперь мне бы хотелось задать вопрос ученику Дмитрию. В каких последних акциях на патриотическую тематику вы лично принимали участие? Из тех, что назвала Елена Ивановна, я помню, присутствовал на мероприятии, посвященному афганской войне. И точно, у нас совсем недавно был концерт 19 марта. И я там пел в хоре, я пою. Хорошо, теперь бы мне хотелось поговорить о таком движении, как юнармия. То есть, что дает вступление в ряды юноармейцев? Ну, вообще в городе и в Севастополе традиционно воспитание патриотизма всегда было. Никогда мы от этого не уходили. И с времен Украины это было. И слеты городов-героев проводились, начиная с 2007 года. Это делегации нашей школы, в частности, побывали во все города-герои на протяжении этого времени. И в каждой школе, я в этом не буду лукаве скажу, эта работа всегда была. А с появлением юноармии появилась возможность эти ручейки слить в одну мощную реку, в единый поток. И у нас появилась возможность и сотрудничества с армией, с флотом, и лучшими представителями, и с другими общественными организациями города. И получилась возможность просто вместе встречаться, общаться, сотрудничать. Интересные патриотические мероприятия происходят у нас у горы Газфорта. И возле памятника, и на 35-й памятника садаты матросов, на 35-й батареи. Это хорошая возможность для детей, молодежи города выплескивать то, что у них давно-давно уже созрело. Быть гражданами, активными, гражданами Севастополя и своей страны. Теперь мне бы хотелось поговорить о концерте. Дмитрий уже сказал буквально пару слов о нем, который прошел 19 марта в Доме офицеров флота. Как долго вы к нему готовились? На самом деле задумка у нас, наверное, месяца за два произошло такое мероприятие сделать. И хорошо, что у нас в школе есть такой замечательный образцовый коллектив. Школьный театр «Мы» под руководством Галины Григорьевны Васиной, которая стала автором сценария этого концерта. Это ее авторская работа. И ее ребята театралы, и Дима, и Юля, не скромничают, но они еще и актеры театра не только поют в хоре и вели этот концерт. Они эту работу, конечно, взялись с энтузиазмом. Подбирали репертуар, который можно было включить в этот концерт. Все, в общем-то, очень радостно откликнулись, что такая возможность выйти детям на большую сцену, она предоставилась школе впервые. Мы участвовали, конечно, в городских концертных мероприятиях на различных площадках города. Но вот данный дебют наш был практически силами нашей школы. И мы очень рады, что к нам присоединились еще и на армейце 12-й школы. Это коллектив «Танцевальная овация». Они открывали наш концерт. И очень рады были встретить нашу выпускницу Викторию Бондарь, которая в прошлом году школу закончила. Сейчас она уже является студенткой нашего университета севастопольского. Она тоже исполняла номер великолепный вокальный в концерте. В общем-то, мы очень вдушевленно, с огромной радостью, энтузиазмом готовились к этому событию. Концерт «Мы дети твоей России». А вот можете более подробно рассказать о коллективах, которые приняли участие в вашей школе? В этом концерте приняли участие более 130 детей. И были дебютанты. Это совсем еще юные исполнители. Хор «Аврора», так они себя назвали, под руководством Федотова Олесии Викторовны. Это хор «Радуга» под руководством Ким Светланы Владимировны. Хор «Апрель» — это мой коллектив. Это, конечно же, наш еще юный, все в два года этому коллективу, ансамбль «Хорографический улыбка», который три номера показали и закончили концерт. Это, конечно же, театралы, наш школьный театр «Мы». Это и ансамбль хора нашего старшего «Апрель» под руководством Щедровой Елены Валентиновны. Ну и, конечно, вокалисты. Теперь уже консонанс. Новая группа хора «Апрель», теперь уже старшая концертная консонанс. И, безусловно, солисты. Это Шадеркина Наталья, Ярослав Кузнецов, Виктория Бондарь, о которой я уже говорила. В общем-то, вот так дружно. Плюс еще два у нас инструментальных коллектива участвовало. Это ребята нашего ансамбля ударных инструментов «Акцент» под руководством Татариновой Ирины Ивановны и концертмейстер Муковос Юлия Владимировна, и уже достаточно известный в городе коллектив ансамбль «Флейтиссимо», очень необычный. Это ребята-лауреаты многочисленных международных конкурсов под руководством Хосберг Татьяны Владимировны и концертмейстер Макарова Ирина Николаевна. Вот такой дружной бригады мы влились в это движение. — Огромнейший состав, я хочу вам сказать. А сколько шел концерт в таком случае? — Концерт шел порядка 55 минут. Но в этот день был День подводника. Впереди был еще замечательный, был показан фильм о подводниках, о истории подводного флота, который, конечно, был приятным сюрпризом и для школьников, и для родителей, и для гостей города, которые пришли на этот концерт, не только военнослужащих. Ну и потом, конечно, вот такая яркая точка, эмоциональная была, это крик, что мы, твои дети России, это была еще дата совпала с воссоединением Крыма с Россией. Поэтому все мы ощутили праздник. — Хорошо, теперь у меня вопрос к Юлии. Вы являетесь ведущей актрисой театра «Мы». И хотелось бы спросить о деятельности театра, его основная цель и на какую тематику чаще всего проводятся выступления. — Театр «Мы» начал свою работу еще в 2007 году. То есть в сентябре этого года у нас уже будет юбилей, будет 10 лет. Все наши спектакли пишутся непосредственно нашим художественным руководителям. Это Васина Галина Григорьевна. Она является и автором пьес, и постановщиком, и хореографом, и всем на свете. И за это время, порядка 10 лет, коллективом театра «Мы» было поставлено около 14 спектаклей. Из них у нас стандартно всегда выходит в год два спектакля. Это один к Новому году обычно, какая-нибудь комедия. И обязательно драматический спектакль, который мы везем на конкурсы. Мы за это время уже прошли множество конкурсов. Это городские конкурсы. Были призерами неоднократно всеукраинского фестиваля «Свит на Ди и Делосвит». Также принимали участие и были призерами международных фестивалей в Москве, в нашем городе проходивших. То есть наш коллектив уже достаточно известный. И опытный. И опытный, да. И основными же темами наших постановок являются темы прощения, темы милосердия, любви, добра. То есть вот эти истины мы стараемся донести до наших зрителей о том, как важно уметь понять, встать на защиту слабого, простить. И в этом году мы планируем, отправили уже заявку на российский фестиваль «Русская драма». Будем ждать результатов, надеемся, что нас туда возьмут. Ну, Юля скромничает немножко. Они уже участвовали в этом конкурсе позапрошлом году, да, и привезли первое место. И еще восемь дипломов, в том числе и диплом Никиты Михалкова за воплощение темы войны. Я не говорю о том, что там были и лучшие роли, да, спектакли. Ну да, и лучшие женские, и мужские роли. Они уже не впервые участвуют в этом конкурсе. Да, и одну из основных особенностей нашего коллектива является то, что у нас нет разделения на младших и старшие группы. У нас все дети от второго класса и заканчивая выпускниками и родителями, мы все дружно принимаем участие в постановках, и все вот несем те самые истинные. Дмитрий, вот насчет ролей именно в трагедиях, это же очень эмоционально сложно. Вы как актер, то есть как вживаетесь в роль? Или это просто читка сценария, и я выучил текст и пошел на сцену? Конечно же нет. У нас бывали случаи, когда кто-то пропускал репетиции, и по телефону Галине Григорьевне мама говорила, ну он же знает слова, ладно, потом порепетируем. Ну, в общем-то, это, конечно же, не так. Для того, чтобы сыграть сложную роль, нужно много готовиться, нужно подготовить себя эмоционально, посмотреть какие-нибудь сложные картины, например, из советского кинематографа, посмотреть что-либо, связанное с той эпохой, в которой происходит действие, на людей, похожих на твоего персонажа. Нужно посидеть и самостоятельно подумать о том, что будет чувствовать твой персонаж, как он будет действовать в той или иной ситуации. Подумать о повадках, каких-то особенностях, и на это уходит довольно много времени, поэтому, собственно, мы ставим только два спектакля в год, и один из них комедия. Хорошо, теперь бы мне хотелось снова вернуться к теме Юнарми. Насталось буквально две минутки. В рамках Всероссийского движения какие проекты готовит 57-я школа? Ну вот Юля уже сказала, что в апреле месяце, 30 апреля, на базе нашего Дома офицера флота состоится спектакль, который называется «Световые надежды». По мотивам повести Аркадия Гайдара ребята готовят спектакль. И мы очень бы хотели, надеемся на то, что в День защиты детей, 1 июня, мы тоже бы хотели в концерте праздничном, почему этому святому событию, увидеть юнормейцев всех школ города. Самые талантливые, самые одаренные, творческие ребята, я думаю, с удовольствием примут участие в этом проекте. Мы ждем их заявок, пожеланий, и с радостью с ними будем сотрудничать. Спасибо большое за такую интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня гостями нашей студии были Елена Курапова, заместитель директора по музыкальному образованию и воспитанию школы номер 57 с музыкально-хоровым профилем обучения, а также ее ученик Дмитрий Ротнов, ученик 10 класса, актер театра «Мы» и Юлия Регулина, дипломат международных театральных конкурсов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok